Сегодня мы опять не поговорим про некоторые важные вещи, которые придется принести на следующий раз. Возможно, в следующий раз будет последним или предпоследним. Давайте посмотрим календарь. Ну, вот, видимо, в следующий раз будет последним, потому что уже как бы 24-го, это же уже сессия зачетная. Вот. Ну, окей. В общем, все складывается довольно ничего, в смысле информационного наполнения. Вот. Мы тыкли в разные составляющие операционной системы, в приложеньки, в праводоступа, в утилиты, еще куда-то. Вот. Наверное, пришла пора немножко поговорить о том, как все устроено, как все это устроено в смысле архитектуры. Вот. Ну, опять-таки, это попытка затолкать в две лекции разговор целого семестра по определению, обреченная на провал. Поэтому мы будем говорить только о некоторых частях, с которыми так или иначе столкнутся пользователи. Вот. Вот. Сначала, о чем мы не успеем сегодня поговорить? Мы сегодня не успеем поговорить, точно не успеем, о том, как система выходит в штатный режим работы. То есть, о том, как устроена досистемная загрузка на компьютере, да, что такое там загрузчик, что такое... Какие бывают этапы загрузки, да, какая аппаратная поддержка этого дела. Вот это все. Вот. Мы не успеем поговорить о том, как... Мы не успеем поговорить о том, как в ядре реализовано... Не в ядре, а в линуксе конкретно реализованы последние там загрузки. Сегодня не успеем. А именно загрузка с помощью старта в виртуальный диск. То есть, частично роль загрузчика выполняет... В линуксе выполняет линукс. Вот. Но, может быть, об этом в коем-то следующий раз поговорим. И мы, по всей видимости, не успеем поговорить о том, как система выходит на штатный режим, как она запускает службу. Просто потому, что соответствующая система, которая называется системой D, она достаточно интересна, сложна. И там много кусочков, про которые следует знать. Вот. Тем не менее, до этого момента... До этого момента все происходит примерно просто. То есть, у нас сначала аппаратура занимается тем, что ищет, откуда бы загрузить программное обеспечение, виноват обеспечение на компьютер, да? Затем загруженная какая-то простая программа-загрузчик ищет, откуда бы загрузить операционную систему. Затем операционная система для начала в лице ядра загружается, определяет вообще, с каким железом она имеет дело, где у нее там все остатки лежат, этой операционной системы. То есть, в случае Linux, не остатки, а главная часть, да, где лежит та файловая система, которая есть всего. Вот. Все это должно быть смонтировано. Вот. Запускается некий первый процесс, отец всех процессов под названием init. И этот самый init запускает все остальное. Вот. Как именно, по какой схеме он запускает все остальное, об этом, видимо, придется поговорить в следующий раз, просто не успеем сегодня. Но давайте попробуем на вскидку прикинуть, исходя из того, что мы знаем или, скажем так, слышали об операционной системе, конкретно о Linux, что именно нам может понадобиться от этого самого init. То есть, что нужно проделать, чтобы операционная система заработала по-человечески. Проделать или проделывать, да, то есть, вот, какие функции еще нужны. Вот. Это такая за, за это самое, за, за дело на следующий раз. Вот. В следующий раз мы к этому вернемся. Просто для начала разговор о том, что в принципе нужно. Смотрите. Вот у нас образовался некий корень, с которого, собственно, загрузилось наш файл. Итак, все интереснее. У нас образовался загрузочный раздел, с которым, собственно, загрузилось наше ядро. Вот. И, возможно, старт виртуальный диск, там же лежал, возможно, там же лежал загрузчик. Но загрузочный раздел загрузочным разделом. Ядру надо было сообщить, где у него корень. Ядро этот корень видит, каким-то образом монтирует. Но на самом деле, помимо корня, в операционной системе есть много других файлов в системах, в системах также смонтированных, ну, вот, по тому принципу, мало про который мы говорим. Вот. Их действительно больше одного. Ну, вот, например, вот здесь их вот такое количество. Вот. Из них, как мы помним, вот это является файловой системой, вот это является файловой системой. В смысле, на диске. Вот это является файловой системой на диске, еще и какой-то виндузообразной. И вот это тоже. Вот. То есть, вот эти пять. А вот это является виртуальной файловой системой для разных системных нужд. А, вот эти шесть даже. Вот. Видите, шесть разделов на диске являются файловой системой. На самом деле пять, потому что это не файловой системой, это слог. Кто-то все это должен подключить. Либо у вас init запускает специальный процесс, который занимается монтированием, либо сам он за это отвечает. Вот. Далее. У нас есть каталог DEV, в котором много всего лежит. Это много всего отвечает программному, аппаратному профилю вашей системы. Ну, точнее будет сказать, что аппаратному профилю системы отвечает каталог SIS. Да? Вот каталог SIS – это информационный каталог, в котором там прям можно посмотреть по… Лучше даже по шине. Вот, например, шина. Что у нас лежит на шине, ну, не знаю, там, ISA. DEVICES. Ничего. Нет ничего на шине ISA. Ничего удивительного. А вот на шине PCI, коих у нас, кажется, две. Еще PCI-Express, например. Вот. Там уже что-то должно быть. Ну, вот, пожалуйста, есть четыре каких-то устройства на шине PCI-Express. Да? Аппаратное наполнение нашего компьютера, аппаратное обеспечение отражено в каталоге SIS. Но каталог SIS – это такой информационный каталог, да? Это каталог, нужный для того, чтобы всякие управлялки системные туда лазили, включали, выключали и так далее. А сами устройства, то есть то, с чем реально происходит работа, как раз находится в каталоге DEV. Вот они. Вот. Что такое устройство, находящееся в каталоге DEV? Да? Это то, что соответствует диску, терминалу, значит, каким-то кускам видеокарты, отчасти даже процессору. То есть этот каталог такой тоже предназначен для управления самим, самой операционностью, ядром операционной системы и для получения информации, и для связи с разными внешними устройствами. Вот. Вы видите, они желтенькие, да? Мы, по-моему, говорили про то, что есть такая штука, как спецфайлы, да? Вот на самом деле эти штуки – это даже не файлы. Вот эти объекты файлосистемы не являются файлами, являются так называемыми спецфайлами устройств. Буква «С» означает, что это «черек-девайс», буква «Б» где-нибудь тут будет означать, что это «блок-девайс». Вот. Все это у нас уже было. Вот. И это все кто-то должен смонтировать, да? Но наполнение, содержимое вот этого дела, кто-то должен обеспечивать. То есть раньше, когда-то, скажем, лет 15 назад, 10, 15, 10, был специальный скрипт, который назывался «Мак-дев» или «Мак-дев», я уже не помню, который администратор запускал и создавал все вот эти устройства. Они, видите, чем отличаются. У них есть такие два магических числа – «мэджор-намбер» и «минер-намбер», то есть старшее и младшее число устройств. И в некоторой специальной таблице было прописано, какие младшие и старшие номера устройства, каким реальным устройствам соответствуют. Да, там дисковые, например, давайте посмотрим. Дисковые имеют номер 8, а вот этот номер как-то вычисляется из того, что это за диск, какой раздел на нем, да? Какие-нибудь терминальные устройства имеют номер 4, да? Какие-то волшебные системы устройства, ну, например, «Девнул» или «Девзиро». Вообще всякие псевдоустройства, да? «Деврандом» какой-нибудь. Имеют номер 1, да, а младший номер у них разный. Ну и так дальше. Так вот, системный администратор пальцами создавал бесконечно много этих устройств. Вот. «А». Ночко. «А». Сейчас. Да, пальцами создавал бесконечно много этих устройств, и потом, к некоторым ходя, мы получали ошибку на «Сайдж девайсов адрес», то есть это значит, что устройство создано, но оно ничего не соответствует. В действительности, такого внешнего устройства, у которого бы были вот такие параметры, просто нет. Вот. Но идея создать все возможные устройства, на самом деле, плохая идея. Ну, потому что, я не знаю, там, 40 лет назад всех возможных устройств было несколько десятков. Да? 25 лет назад, несколько тысяч. Сколько сейчас всех возможных устройств, которые внезапно могут появиться в нашем компьютере, это не подлежит никакому исчислению, не говоря уже о том, что почти наверняка между ними будут какие-то конфликты. То есть ты создашь устройство, а, например, та железяка, которому соответствует, может быть такое, может быть сякое. Несколько железяк может соответствовать одному и тому же устройству. Короче говоря, нужно что-то, чтобы следило за содержимым этого каталога. Само, воткнул флешку, завело устройство, выткнул флешку, удалило устройство. Вот. Опять-таки, это должен быть либо какой-то специальный выделенный служба, который запустит этот самый инит, либо самый инит. Ну, скорее всего, выделенный служб. Вот. Дальше. Настройка сети – это вообще отдельная песня, потому что в разных дистрибутивах Linux это настройка сети устроено по-разному. То есть есть некоторые утилиты, которым можно эту сеть настраивать вручную. А вот кто будет эти утилиты дергать и как? Или даже не дергать эти утилиты, а дергать соответствующие API по настройке сети? Это уже вопрос другой. Вот. Дальше. Регистрация пользователя – значит, кто будет обеспечивать сам факт запуска соответствующей программы, которая зарегистрирует пользователя, спросит в логин и пароль, да? И когда она зарегистрирует пользователя, кто будет этим вообще завидовать? Потому что от регистрации пользователя зависит много всяких интересных штук в системе, про которые, я надеюсь, сегодня немножко рассказать. Вот. Ну, например, такой простой вопрос. Вот пользователя… Вы втыкаете в компьютер флешку. Вообще говоря, операция монтирования, она… ну, обычному пользователю не разрешена. Значит, кто-то должен смонтировать эту флешку. Внимание, вопрос. А кому она станет доступна после маунта на запись, на запись чтения? Вот. Видимо, тому пользователю, который более главный пользователь среди всех зарегистрирующихся в системе. Короче говоря, учет того, кто как залогинился, кто в каком состоянии сеанса находится, это очень важное дело. Вот. Теперь, собственно, запуск самих прикладных служб. Да? То есть, смотрите, у нас есть куча разных демонов, которые занимаются каждой своим. Ну, там, подсистема печати какая-нибудь. Да вот же графическая среда, например. Ее тоже кто-то должен запустить. Где-то должно быть записано, что она запущена. Должно. Все это должно происходить перед тем, как система выйдет в штатный режим. То есть, вот, смонтировала, распознала все внешние устройства, настроила сеть, запускила все прихладные службы, запустила логин. Пользователь залогинился, все, система заводит. Вот. Это примерно половина того, что мы хотели бы от работающей системы, потому что еще одна половина состоит в том, чтобы по ходу работы тоже что-нибудь делать. Ну, например, запускать всякие программы по расписанию. Да? То есть, в определенное время, там, раз в пять минут, раз в час, раз в месяц, не важно. Вот. Например, довольно интересная такая фича. У нас зарегистрирована целая куча сетевых служб, но они не активны до тех пор, пока на соответствующий порт подключения не придет. А когда придет, вот тогда и запустить. Так называемый сокет активации. Вот. Это хорошо тем, что нам не нужно, допустим, у нас там три десятка каких-то сетевых сервисов, нам не нужно их запускать с самого начала при старте системы. Мы как бы их активируем со словами, вот смотрите, вот кто-нибудь придет на 80-й порт, окей, запустим веб-сервер. Кто-нибудь придет, там, не знаю, на какой-нибудь еще порт, на 53-й, запустим там DNS-сервер. Ну, с DNS-сервер, наверное, плохая идея, потому что у него трафик достаточно плотный обычно. А вот с веб-сером особо не таким, не популярным. Это вполне себе нормальная идея. Вот. Отдельная тема, например, ситуация, когда нам нужно непонятно сколько экземпляров нашей службы запускать. Ну, например, сетевой сервис, который обрабатывает сетевые подключения. Да, у нас подключились к веб-серверу один раз, потом еще кто-то подключился, потом еще кто-то подключился. Соответственно, таких обработчиков должно быть запущено много. Кто этим занимается? Опять же, либо этим занимается сама служба, то есть мы запустили, скажем, демон-опаш, да, какой-нибудь. Этот опаш, он как вот забинился на 80-й порт, так или там на 4.43, так и принимает подключение к нему, сколько бы их ни было. 10, 20, 30, неважно. А вот если сервис достаточно простой, кто-то должен озаботиться тем, что, скажем, второе подключение надо открыть до того, как закончилось первое. Да, несколько экземпляров. Такая простая админская задача, как остановка и запуск сервиса вручную там, с консольки, тоже важная вещь, это тоже нужно уметь делать. И, кстати, сказать, у Linux довольно долго была с этим странная такая проблема. Допустим, если мы хотим запустить сервис не из-под рута, не с правами суперпользователя, а мы обычно хотим запустить сервис не с правами суперпользователя, то что мы делаем? Мы, видимо, где-то пишем в каком-то сценарии, что запустит сервис и сбросит права на такие. Внимание, вопрос. А если я его остановлю и вручную запущу, из-под рута, разумеется, он запустится с какими правами? То есть об этом надо было думать. Отдельная, совершенно отдельная тема, но связанная со всем остальным, это журналирование всей этой процедуры. Раз уж у нас много разных функций, которые мы хотим от операционной системы, чтобы она выполняла, и какой-то инструмент управления, значит, было бы неплохо все это записывать в журнал, кто когда запустился, кто когда не запустился, упал, в каком состоянии находился, что произошло. Наконец, всю вот эту вот радость было бы неплохо организовать эшелонированно. То есть сначала запускается что-то одно, потом что-то другое, потом что-то третье, и между ними есть зависимость. То есть, ну, например, сетевая служба не запускается, пока сеть не настроен. Это с одной стороны, а с другой стороны понятие зависимости можно попробовать распространить чуть дальше. Смотрите, вот у нас, допустим, Wi-Fi. Мы взяли с нашим ноутбуком, пришли в какую-то точку и подключились к Wi-Fi. Что при этом происходит с сетевыми службами, для которых внезапно появляется еще один отконфигурированный интерфейс? По всей видимости, некоторые из них надо перезапустить. Просто по факту того, что вы сменили IP-адрес на Wi-Fi интерфейс, или что у вас там появилось. Потому что, ну, допустим, я вот знаю, что DHCP сервер, он начинает слушать исключительно на тех интерфейсах, которые в данный момент активны. Ну, так он устроен. Вот, соответственно, если есть неактивный интерфейс, а потом он внезапно становится активным, было бы неплохо понять, на нем надо, чтобы DHCP работал или... Вот, не говоря уже о том, что нам может, например, захотеться, чтобы... Нам может, например, захотеться, чтобы все эти сервисы запускались параллельно. Параллельно? Ну, если нам друг другу не мешает. Вот. Не вообще померить производительность. Значит, я, наверное, расскажу сегодня по-быстрому о том, как это было устроено и до сих пор устроено в некоторых случаях в операционных системах с очень давних пор. А про новые веяния, которые сейчас практически в любом дистрибутиве расскажу, тогда в следующий раз. Вот. Новые веяния имеют имя System-D, а старые веяния имеют много разных имен, но классическое, так и называется, init или Sys5. Init – это такая служба, которая... Такая служба, которая как раз заведует на самом деле только стартом каких-то сервисов и остановок. А все остальное, собственно, сами сервисы эти делают. То есть вот большую часть того, что здесь написано, это не задача самого сервиса, который называется Sys5.init. Вот. Это init, взятый из... построенный по принципу древнего Unix из 70-х годов, который так и назывался System-File. Вот. Так вот, все вот эти, все, что здесь написано, это не свойства процесса init из System-File, потому что он этого не умеет. А мы должны написать специальный старт-стопный сценарий, который бы за этот самый init такие вещи делать. Вот. Не знаю, как в других операционных системах, в дистрибутивных альтернах сохранилось какое-то количество служб, которые могут работать изначально за дизайнами для работы с Sys5.init. Вот. Поэтому я, наверное, даже смогу показать структуру того, как это устроено, а вот показать, как оно работает, нет, потому что на данной машине, конечно, работает System-D, как в большинстве дистрибутивов. Устроено это примерно так. Что делает init? init. init запускается, ему рассказывают так называемый уровень выполнения, на который он должен, в конце концов, перейти. Вот. История уровня выполнения – это вообще такой глубочайший легоси из середины прошлого столетия, поэтому я про него рассказывать не буду. Скажу только, что их есть уровень выполнения. Один – это однопользовательский режим, два – это многопользовательский, три – многопользовательский с сетью, пять – многопользовательский с сетью и графикой, дай бог памяти, ноль останов и девять перезагрузок. Кажется так. Соответственно, что вы должны описать, как человек, который изобретает операционную систему? При вхождении на какой из уровней выполнения, какие сервисы нужно запустить и какие остальные. За это отвечает каталог, за такие вещи отвечает каталог под названием RC, дальше номер уровня выполнения и дальше точка N. Вот в нем будет написано, что нужно запускать, а что нужно останавливать при входе на соответствующий уровень выполнения. Ну, например, RC0.D, как мы знаем, это останов, и видите, там все… Это сценарий на шейле, то, что мы видим. Они все начинаются на букву «К» от слова «kill», то есть при останове системы, разумеется, надо все остановить. Все, да не все, кроме службы, которая называется «kill all», которая говорит, знаете, что они делают. И кроме службы, которая называется «хальт», которая, собственно, вызывает системную инструкцию «хальт», чтобы остановить реальное выполнение системы. Все остальные службы убиваются. Вот. Допустим, для перехода, ну, не знаю, там на какой-нибудь пятый, да, уровень выполнения. Вот видите, тут большинство служб стартует. Вот. Сейчас, почему прятаешь при этом «kill»? Не знаю, ну, давайте тогда… Как же мы можем однопользоваться из графика и переключить, но запутить? А, однопользоваться из графика не бывает. Бывает. Ну, такого уровня выполнения нет. Четыре, кажется. Ну, и четыре, кажется, под что-то другое резервировано. Странно. А, я знаю, в чем взял. Это «kill script»? Странно, а «start script» нет. Наверное, я его выключил. Вот что. В прошлый раз, когда на питончике я боролся с этим самым… Ну, идея стоит в том, что если бы даже я его выключил, то система, система «сисвайвенит» не используется. Вот. Ладно. Ну, в любом случае, смотрите. Вот здесь вот на букву «с» описаны, описаны службы, которые стартуют при входе в систему, а на букву «к» описаны, которые убиваются при выходе, на самом деле. Вот. Вот, например, при входе на нулевой уровень… Сейчас. Сейчас, дай подумать. Ну да, при выходе в соответствующий уровень нужно убить все службы, которые тут были. Вот. Переключение на любой другой. Переключение на любой другой. Убить одни, а запустить другие. Да, спасибо. Ну вот. Значит, таким образом, если на данном уровне данная служба не нужна, то там будет только «kill» скрипт, а если нужна, то еще и «start» скрипт. Вот. Они все, как видите, пронумерованы. То есть мы решаем тем самым задачу эшелонирования, но не задачу зависимости. Мы решаем задачу эшелонирования в том смысле, что мы вручную расставляем, допустим, сначала будет запущена такая служба, затем «секая», затем «розетская», вот. Ну и так дальше. Да? Потому что порядок запуска лексико-графический. Если мы приглядимся к голубому цвету всего этого безобразия, мы можем вспомнить, что на данном компьютере Ls настроен таким образом, что голубым указываются символные ссылки. И что на самом деле это символные ссылки в другой каталог, который называется «init.d». Ну, неважно. В котором все эти старт-стопные скрипты лежат под собственными именами. Да? Вот здесь они лежат переименованные таким образом, чтобы обеспечить лексико-графический порядок правильный. По очереди их стартовать. А на самом деле в «init.d» лежат они все скопом. Что это такое? Это shell-скрипты, то есть программы, написанные на shell, которые должны принимать как минимум два стандартных параметра, а иногда больше. Это стоп и старт, иногда еще рестарт, релот, кондрелот и всякие другие. И фактически запуск или остановь соответствующие службы – это просто вызов конкретного сценария с конкретным параметром. И еще статус. Три параметра обязательных. Ничего не сказал. А, ну да, потому что на системе D он… Наверное, он ничего не скажет. Какой-то поверток. Я даже не нашел это такое. А, я знаю, что это такое. Это штука, которая регулирует расход электроэнергии процесса. Ну вот, вот типичный, допустим, только давайте так сделаем. Допустим, вот типичный сценарий старт-стопный. Вот, в нем есть несколько параметров. Старт, стоп, релот, рестарт, дальше кондстоп, кондрестарт. Это означает, что остановить, если он не установлен, и перестартовать, если запущен. Статус, который выдает статус. Ну, в общем, какая-то штука. Вот. Программа нашели. Соответственно, при ее запуске, ну, давайте посмотрим на статус. При ее запуске она… Что это за файл? Какой-то этаж-тул. При ее запуске она запускает какой-то скрипт с названием TuneInterface. Где он тут? Вот он, это не скрипт, это программа. И дальше запускает, собственно, вот… Да, этот TuneInterface, в конце концов, запускает программу ETH Tool. Сейчас давайте посмотрим, какую. Ну, конкретно ETH Tool. Вот. Вот это вот. С некоторыми параметрами. То есть при старте этой службы запускается ETH Tool с некоторыми параметрами для каждого сетевого интерфейса. Вот. Похоже, он там болтается в памяти, потому что… Нет. Не болтается. Потому что стоп не делает ничего. Вот. Видите, стоп только удаляет некий файл, по наличию которого система определяет запущенность, а, соответственно, служба и нет. То есть это, собственно, не служба, это такой ваншот. То есть, смотрите, в результате изучения данного скрипта мы внезапно обнаружили, что вот эта вот штука, которая называется ETH Tool, это вообще не системная служба. В том смысле, что она не болтается постоянно, как демон в памяти. Вот. В таблице процесса. Запускается один раз при старте, просто настраиваясь с помощью ETH Tool какие-то дополнительные параметры из интерфейса. По внешнему виду определить мы это не можем. Более того, там сделано некоторое обманное движение, чтобы, значит, она один раз стартовала, лог-файл нарисовала, и следующий запуск статуса покажет нам, что она вроде как запущена, эта служба. Лог-файл удалили, вроде как эта служба остановлена. Для того, чтобы привязаться вот к этому старому интерфейсу, о котором я сейчас рассказываю, когда за запуск чего бы то ни было в системе, отверчает вот такой старт-стопный сценарий. Вот. Есть, конечно, и более нормальный старт-стопный сценарий, ну, не знаю, там, какого-нибудь... В НС-сервер, что он скажет. Да? В НС-сервер запускает, собственно, дополнительный к серверу, который отдаёт, принимает подключение по протоколу ВНС, который мы пользовались на первой лекции, когда вот на этой штуке кранчик не работал. Вот. И тут, конечно, есть и старт, и стоп. Вот старт, он запускает этот ВНС-сервер, а стоп, он его останавливает. Видите? Вот он стартап. Вот он kill. Вот. Соответственно, статус, я думаю, проверяет наличие соответствующего ВНС-сервера в page down. Вот. Сейчас давайте поищем статус. Он проверяет наличие, что программа ВНС вообще запущена. Наверное, слово статус где-то вот тут запрятан. Вот. Как видите, некоторый уровень унификации всего происходящего есть. То есть эти shell скрипты, во-первых, зачем они нужны? Ими оборачивают разные системные службы, обмазывают, чтобы процедура запуска системной службы выглядела с точки зрения администратора одинаково. Запустил стартопный скрип, служба запустилась. Ну, запустил стопный скрип, служба остановилась. Вот. В действительности они могут запускаться очень по-разному. Требует каких-то предварительных проверок, там, запуск каких-то, ну, не знаю, если вы запускаете, например, сферу управления базами данных, то было бы неплохо сначала подчеркать интегрити этой базы, а то вдруг. Да? Что-нибудь такое. Вот. Ну, и так дальше, и так далее. Да? То есть это некоторая унификация, с одной стороны. Ну, вот смотрите. Он говорит, не-не-не, запустите меня с параметрами. Вот. А с другой стороны, все-таки там внутри, в каждом этом shell скрипте, довольно разнообразный лежит код. Вот. Такие дела. Да. И мы сейчас только что увидели, что мы не смогли отличить по внешнему виду ваншот-службу от службы демонам, потому что ведут они совершенно себя одинаково. Вот. Ну, собственно, разговаривать-то уже почти больше о нячем. Таким образом, в системе инициализации, которая так и называется, сисфайлунит, кстати, она, кажется, не стоит. Да, не стоит. Ну, потому что ее вытеснил, вытеснил, собственно, систем D. Видите, манунит теперь дает манто систем D. Служба инициализации, которая называется, сисфайлунит, все довольно просто. Значит, все мантейнеры договариваются о том, в каком месте в системе будет запускаться и останавливаться их служба. Мантейнеры тех пакетов, которые их делают. То есть, например, вот сейчас, да, вот об этих числах они договариваются. Потому что эта символная ссылка, как вы понимаете, входит в понятие службы. Я знаю, что там ГПМ будет стартовать с приоритетом 37, да, вот после всех служб, номер которых, приоритет которых, ну, как бы, меньше, чем 37, да, и перед теми, которых больше. Вот. Соответствующая симлинка, раньше ее прям руками раскладывали при системной администраторе, теперь это есть просто команда такая. Вот. И на самом деле, я пропустил одну вещь. На самом деле, здесь есть значащие комментарии. Вот та самая команда, которая это делает, называется человек конфликт, нифига не видно, да. Вот. Та утилита, которая включает и выключает, соответствующая служба, называется человек конфликт. И вот 91 и 35, это как раз числа, которые будут приписаны стартовому и кильному скрипту. То есть, 91 это приоритет для старта, а 35 это приоритет для финиша, для остановок. Вот. Иногда сюда же еще вписывают, например, на каких уровнях выполнения он должен запускаться, соответствующий, а на каких не должен. Вот. Все это, как видите, комментарий. То есть, самого формата шелл-скрипта недостаточно для того, чтобы грамотно описать, грамотно описать службу. Ну, не грамотно, а полноценно. Поэтому придумали всякие значащие комментарии. Например, вот здесь вот, с каким приоритетом. Где-то в других местах здесь должен быть уровень выполнения, на котором он запускается. Вот это вот вообще какой-то самодельный заголовок, он у нас не используется для каких-то еще более хитрых надстроек над CIS-5 и НИТом. Вот. Как видите, здесь какие-то даже зависимости указаны. Короче говоря, всему этому не существует более или менее разумного общего синтаксиса у каждого операционной системы. В каждом расширении CIS-5 и НИТ, эти, толкования этих штук разные. Поэтому я на этом сильно не останавливаюсь. Вот. Но в результате, в результате раскладывания пакетов и включения и выключения соответствующих сервисов, образуется на каждом уровне выполнение соответствующих сценарий. Вот он. При входе на него выполняются стартовые сценарии, при выходе стоп. Да. Почему средства уже с вашей системой? Исторически так повелось. С очень-очень-очень давних пор. Понятное дело, что исполняемым файлом хорошо бы лежать где-то еще. Вот. Исторически так повелось, вот по какой причине. Все-таки, видимо, придется потратить 5 минут на то, чтобы это рассказать. Да? Я хотел это пропустить. А, видимо, придется потратить 5 минут. Значит, причина следующая. Когда-то давным-давно, когда... Ну ладно, я-то всегда так говорю. Деревья были маленькие, компьютеры большие. Когда-то давным-давно был один скрипт, назывался RC, в котором было написано все. Все, какие... что запускать для того, чтобы стартовать систему. Один. Вот. И этот скрипт, разумеется, лежал в ETC, потому что тогда давным-давно вообще все лежало в ETC такое. А во-вторых, этот скрипт постоянно редактировал системный администратор, вписывал туда старт одних сервисов, комментировал старт других, менял настройки и так дальше. Он скрипт. Или на самом деле... Он скрипт. Скрипт. Это shell-скрипт, который просто запускался тупо. Вот в BSD до сих пор так. Там есть скрипт под названием ETCRC, который просто запускается. Вот. Но, понимаете, да? Во-первых, это страшно неудобно. Один большой скрипт. Потому что если у вас там 500 различных действий надо проделать, то это будет скрипт, который будет состоять из 500, ну, вот таких вот кусочков примерно. Да? Вот из 500 примерно вот таких кусочков. Ну, может быть, чуть поменьше. Вот. Это во-первых. Во-вторых, это неудобно с точки зрения любого дистрибутива, который образуется из пакетов. Пакет, вообще говоря, не должен грязными ручонками лазить в системные файлы, уже имеющиеся. Он должен подкладывать свои. Поэтому вместо того, чтобы редактировать один большой скрипт RCE, довольно быстро додумались подкладывать вот эти самые init.d скрипты, да? Вот сюда. То есть пакет ставится, свой скрипт сюда подкладывает. А дальше эти все скрипты запускаются подряд по очереди. Правда, выяснилось, что нужно еще как-то их теперь эшелонировать, и поэтому вместо запуска их по очереди додумались вот до такой схемы. Вот. Но, как бы, решить, что на самом деле исполняемые файлы должны лежать еще где-то, ну, не пришлось. Вот. Ну, и опять же, пока, значит, все было только так просто, системные администраторы туда лезли и сюда лезли, вот эти семенные ссылки расставляли. Короче говоря, эти сценарии выступали скорее вроде таких исполняемых конфиг-файлов, да? Это профиль системы, как бы, который редактирует все сами. Вот. Ну вот. Соответственно, перезапуск ручной состоял в том, что вы просто запускали какой-нибудь этот скрипт с параметрами, там, рестарт, вот, из-под рута, значит, все остальные действия, про которые я говорил, выполнялись каким-нибудь из, какой-нибудь из этих служб. Вот. Я сейчас пока здесь сделаю паузу, потому что, потому что, ну, хватит уже. А лучше я расскажу, ну, например, ну, вот про это, например. Что касается монтирования, то там все, в общем, более-менее понятно. В самом простом случае вы просто лезете какой-то из этих, сейчас давайте посмотрим. Вот, кстати, никто. Кто-то, это где-то, где-то на уровне выше делается. Вот здесь это где-то делается. Вот остатки этого скрипта, это, кстати. Он всех запускает, на самом деле. Ничего не изменилось. Он только откочевал вон туда, в rc.d. Вот где-то здесь. Вон, в rc.d. вот, вот, вот. В rc.d. вот, rc.d. это самый-самый стартовый скрипт, и вот в нем-то как раз и монтируются всякие устройства. Вот, а вот это вот, вот это вот, да, наполнение слэш-деф, это уже интересная штука. Потому что она не такая простая, как кажется, да. Мало того, что все устройства надо создать, их еще надо раздать там разным пользователям. Ну, потому что, помните, мы говорили о том, что изначально права доступа к внешним устройствам определились таким образом, что пользователи просто включали соответствующую группу, скажем, в группу аудио, и он бац, внезапно получал, становился, как это, после того, как пользователи включали в группу аудио, он внезапно начинал использовать аудиоустройства, потому что они тоже были в группе аудио. Вот мы сейчас увидим это. Вот, смотрите. Эээ, нет. Ну, вот, например, группа видео, видите? Вау. Видеоустройства, они доступны руту, а еще доступны пользователю, члену группы видео. Кстати, плюсик, наверное, и означает, что они еще с какими-то атрибутами, да? Да. Не вижу. Или вот это вот. Похоже, что вот это вот, да? Что меня добавили туда, как пользователя. Давайте сравним с каким-нибудь... Да. Сейчас еще узнаем кого-нибудь. Вот в бокс ДРВ, например, я явно же член этой группы. Да, видите, вот здесь вот воспользовались, помните, в прошлый раз мы говорили про АЦЛи. Воспользовались АЦЛи для того, чтобы конкретно пользователя, который в данный момент работает с графической подсистемой, ему дать на чтение и запись устройства видео. Я мог бы не быть членом группы видео, но, тем не менее, получу вот эту права вот из-за этого. Ладно. Но это я к чему? Что таким способом раздавать можно всякие права. Вопрос только в том, например, с какой стати некое устройство 81.0 получит группу видео само по себе. Где, соответственно, одного другого. Тем более, что это 81.0, это такой номер, а на самом деле... И вообще, откуда мы знаем, что это видеоустройство? Вот. Это же просто какая-то железяка, просто какая-то карточка, ну, не знаю, там, на шине PCI. Откуда мне знать, что это видеоустройство? Или что это сканер? Или что это, ну, не знаю, там, жесткий диск? Вот. Короче говоря, ниоткуда. Ой, слушайте, а давайте мы сделаем здесь паузу. Простите, пожалуйста. Я хочу проиллюстрировать то, как работает соответствующая служба. Она называется УДИФ. Вот. Или нет? Ладно, мы к ней еще вернемся в конце, а пока посмотрим то, что знаем. Вот она. Кстати, она часть проекта СистемД, но тут уж что ничего не поделать. Так вот, значит, вот эта самая служба УДИФ, она как раз и занимается наполнением каталога ДЕФ с выставлением ему тех самых прав и групп. Вот. И еще много чего она сама делает. Например, она может запустить штуку, которая зальет фермери на подключенное устройство. Да, вот вы подключили устройство, это устройство, оно такое, безмозгное. Мозги лежат отдельно в каталоге. Где-нибудь вот тут вот. Нет, значит, не тут. И не тут, а где? Нет. Ну не знаю тогда. Сейчас найдем. Ладно. Вот, она слышали лежит. Не в юзер лип, а в лип, конечно. Ну да. Если ядерный, то он, в общем, вообще-то может быть и к еду присобачивает. Иначе никак. А если уже в конце последнего... Вон, видите, какое количество всевозможных в январе путешествует. Это один из самых больших пакетов, кстати. Потому что это всякие прошивки для всякой ерунды. Вот. Да Wi-Fi, вот, сколько прошивок. Безмозглая прошивка. Вообще говоря, не свободный блок, который вот под той или иной лицензией, той, иной, еще какой-то, еще какой-то, под всевозможными лицензиями, может быть включен в состав дистрибута. Вот. Да. Подгрузить в январь может. Еще что-нибудь сделать. Управляется это следующим образом. Сейчас покажу. Вот у нас есть, собственно, сам UDEV. А вот у нас есть файл, пакет под названием UDEV.Rulis. Вы не подумайте, чего. Это просто права для UDEV. Вот. Вот есть каталог... Их, собственно, два. Каталог SlashLiv UDEV.Rulis.de, где лежат правила, которые стандартные, и в которые лазит системный администратор унина. Ну, они приезжают там с соответствующим пакетом. Вот. И каталог ETC UDEV.Rulis.de, в котором лежат правила, которые он может, скажем, системный администратор самостоятельно создавать. Я, например, регулярно там чего-то хакаю на предмет сканера. Я только не помню, зачем. Чтобы они отдавались пользователю группы сканера, а зачем, я не помню. Вообще-то обычно и так работает. Но вот я почему-то регулярно это делаю. Вот. Ну, в качестве примера, ну не знаю, ну вот MouseRulis, например. Что это такое? Давайте на него посмотрим. Вот небольшой файл, в котором буквально написано, что если мы обнаружили в нашей базе данных на такой-то шине, в разделе вендор и в разделе продукт, то что делать? Не вижу действия. А, нет, все еще интереснее. Там ХВДБ вызывается. То есть он ходит к базе данных железа, оттуда вынимает какие-то данные про него. А что он с ними делает? А, он его настраивает. ХВДБ же это что? Это застор. Так, нет, это только... 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 Только сохранилища, да? Он ничего не делает. Эээ... Видимо, там лежит, вот в этом ХВДБ лежат какие-то настройки. Ладно. Видимо, я здесь не смогу объяснить, что он делает, просто потому что надо... Хотя... Давайте посмотрим, что он стоит. Так, дебас... Нет, не дебас. Что там? Удев. Ладно, мы не то. Так, вот я вынул мышку. Вот я засунул мышку. Вот это вот события, которые произошли в УДЕВЕ, от того, что я вынул мышку, от того, что я засунул мышку. Она увидела, что у нас на USB-шине, на соответственном порту, появилось input-устройство. И это мышь. Во-первых, оно мышь. Во-вторых, оно устройство, которое посылает события. Вот. И что-то еще. Ну, кстати, я не вижу, чтобы оно сходило к этому правилу. Ну и ладно. По крайней мере, мы понимаем, чем занимается УДЕВ. Он, видя, что устройство исчезло, исчезло, удалял соответствующие записи в файл-системе, связанной с девайсами. Вот. А видя, что оно появилось, опять их понасовал. Интересно. Можно что-нибудь более интересное сделать, чем что-то? Ну ладно. Я дальше, наверное, не буду. Просто вот имейте в виду, что он есть, что... Давайте попробуем более понятное правило найти, которое не ходит к УДБ. Я куда-то смотрел. Во что-то такое... Во что-то такое... По-моему, вот такое я смотрел. Нет, это тоже просто заведение устройств. Да? Вот в случае, если мы... Медиапринс... Да, это вообще... Сейчас еще что-нибудь найдем. Извините. Так, что здесь происходит? Ой-ой-ой, небольшое что-то. Я не вижу, что здесь действует. Почему... Кто-нибудь с этим разбирался, кроме меня? Я разбирался. Ну да, ну да. А что тут есть? Он определяет... Ну вот, ну смотри. Он увидит, что... Что появилось в пути устройство, которое себя анонсирует... А анонсирует как саунд, да. Ну, соответственно, правильно. Удравый устройство. Логично. А можно его определять? Ну да, ну да, ну да. Да, его надо просто создать. Да, здесь... А если его надо назначить в порогах? Да, ну это мы сейчас увидим. Да, это мы сейчас увидим. Да, или, например, на USB, да, на соответствующей шине, на интерфейсе было что-то, и по всей видимости, вот это нулье означает, что это веб-камера, просто потому, что они так договорились. Да? Или, например, если он видит, что устройство, которое появилось в базе данных, называется как спикер или как хэдфон, соответственно, его надо соответствующим образом организовывать. Вот. Сейчас. Сейчас поищем слово групп. Не герни, а гри. Нет. Нет. Ну, он в конце, например, да? Ну, вот, слушай, вот, вот, виртулбокс, например. Ну, вот, он дает виртулбокс для... Да. Значит, как только у нас... Тут даже вызов, тут даже вызов некого хелпера, видите же, на шеле написано. Как только у нас появляется... Ядро говорит, что драйвер в бокс ДРВ, да, он требует создания некоторого количества девайсов, причем не просто девайсов, а девайсов, у которых будет... Доступ к ним будет 6.6.0, то есть РВ, РВ, ничего, да? Группа будет в бокс юзерс, для них нужно запустить вот такой скрипт для их инициализации, вот, для создания соответствующего... соответствующего... для создания соответствующего девайса. А для удаления вот такой скрипт. Вот. Ну, потому что, потому что никакому реальному устройству же он не соответствует, да? Это у нас виртулбокс просто загрузился. Кто-то должен кто-то должен этот самый девайс это создать. Вот. И раздать вот таким, вот такому, вот такому, вот такой группе с вот таким правом. Вот. Ну, или там, не знаю, вот здесь вот... Это кто вообще такой? Ой. Короче говоря, если мы на USB видим девайс, у которого вендор ID 04D8, а продукт ID F812, то мы ему даем группу Плюк Дев, потому что это какой-то волшебный Плюк Дев. Вот. И он доступен на чтение и запись всем этого устройства. Что оно делает, я не знаю. Вот. Ну, и так дальше. А, там еще интересная штука есть. Это генератор руля. Сейчас покажу ее и пойдем дальше. Дело вот в чем. Допустим, ну, вот это особенно интересно для сети, например. Да? Вот. Кстати, это лежит в ETC. Вот, смотрите. Допустим, у нас появилась в системе сетевая карта. Какая? Мы ее вот отконфигурируем. Потом воткнули следующую. Как вы думаете, в каком порядке они будут распознаваться в системе? Правильный ответ. Неизвестно. Еще более правильный ответ. Когда? Как? Мало ли, что с этой картой случится. Она опознает на полсекунды. Начнет жевать какой-нибудь пакет, заблючит. Тогда распознается первая, вторая. То есть, это очень давняя была проблема в течение всех нулевых годов в Linux, что как только мы перестали создавать руками все устройства, те устройства, которые нуждаются в инициализации, стали распознаваться в произвольном порядке приставцы. И в частности, сетевые карты начали именоваться то этаж 0, то этаж 1, а этаж 0 становится другая. Неприятность. Из этой неприятности выходят двумя способами. Первое. Именуют сетевые карты по тому месту, где они вводнуты в шину. Вот. При этом, если системный администратор взял и переткнул их, то он сам себе злобный бурати. Или вот такой штукой, что при первом же появлении сетевой карты в системе из нее вытаскивается ее мак, будем надеяться, что все маки у всех из этот карточек разные, и пишется удевное, генерируется автоматом удевное правило, в котором вот это правило генерат. Видите, что тут написано? Это правило сгенерировано автоматом при настройке системы, что если мы видим сетевую карту с вот таким мак-адресом, она будет называться этажная. И если мы видим сетевую карту с вот таким мак-адресом, она будет называться вланная. Ну и, соответственно, дополнительный параметр, что, например, драйвер ядра этаж, а тут драйвер дрова. Если я воткну в свою систему еще одну карточку, она будет распознана как новая, и поэтому назовется этаж 1. Если при этом вул старую, у меня этаж 1 будет, а этаж 0 уже не будет. Такие вот дела. Вот достаточно очевидная штука для удела. Едем дальше. Традиционные ух ты ж, мне осталось 15 минут. Еще раз предупреждал, я проношу всем свои извинения, мне сегодня 15 минут убегать у меня штирить. Вот. Значит, ну я думаю, что мы успеем, а может и нет. Межпроцессное взаимодействие, как процессы друг с другом сообщаются. И опять же, изначально межпроцессное взаимодействие это сигналы. Сигналы это очень простая вещь, это сообщение, которое состоит из номера сообщений больше ничего. Вот. Традиционно, правда, межпроцессное взаимодействие включается еще так называемые сообщения, месседжес. Это самое разделяемая память и семафоры, которые используются для тамарного доступа к ресурсам. Но в данном случае я не очень хочу думать о межпроцессном взаимодействии ну так скажем на уровне внутренности операционных систем. Вот. А больше взаимодействие тех процессов, с которыми мы как пользователи имеем дело. И тут выясняется, что сигналов в общем-то недостаточно. Да, мы можем послать какой-нибудь сигнал какой-нибудь процессу и прибить его. Ну допустим, вот у нас тут запущен какой-нибудь сигнал процесс какой-нибудь терминальчик. Вот. И мы можем один из шеллов этих убить. Взять сколько это сейчас. Пока я посмотрю это он. А, нет, я на себя убью. Хотя, ну давайте убьем себя, это даже удобно. Ой. Нет. Что? ну килл-то не может перехватить? Ну, шмяк. Вот хингап он не перехватил. Более того, ему стало нехорошо. Вот. Короче говоря, мы можем запустить процесс, переслать ему сигнал. В принципе, минус L, да? В принципе, сигналов, как известно, не так много. Значит, вот их всего может быть 64 штуки, из них половина не используется. Вот. И, в принципе, они все предназначены для того, для оповещения о специфической ситуации в системе. Вот. Единственная интересная вещь и удобность с сигналами состоит в том, что мы можем часть из них посылать прямо с клавиатуры. То есть, вот, то самое Ctrl-C, о котором мы часто говорим, да? Вот, вот, вот это вот. Сейчас возьму, нажму Ctrl-C. Это на самом деле сигнал, сейчас скажу какой. Сигинт надо думать? Сигинт. Вот. Какой-нибудь Ctrl-Backslash это сигнал секвит, который, кстати, нельзя игнорировать, если не изменяет. Вот. Например, какой-нибудь Ctrl-Z это сигнал сексус, который переводит процесс в состояние suspended, и, соответственно, ему можно прислать сигнал секконт, и он будет продолжать работать. Вот. Вот. Нет, Ctrl-Z сигинт все-таки, нет? Сигинт, сигинт. Говорит, нужно игнорировать, а кого нельзя? Килл нельзя игнорировать. Исток, да, килл нельзя игнорировать. Девятый нельзя игнорировать. Девятый, секвит. Да, все правильно. Вот. Все остальные, по большей части, нужны для того, чтобы передавать какие-то специфические, сообщения о каких-то специфических ситуациях, вот. Ну, типа, сигчайл о том, что умер процесс, там, сигсерф от себя, что процесс залез в чужую память, и, соответственно, у него сегментation и violation, ну, вот это все. Вот. Если мы хотим организовывать межпроцессное взаимодействие, ну, полное, всего этого, безусловно, недостаточно. Посылать друг другу сигнал, это самый последний. Вот. Есть так называемые месседжи, но они, в общем, отличаются от сигналов только тем, что они строчки. И... И... Я вот смотрю сейчас, может быть, 32. Уж больно они какие-то непонятные. Ну, да. Ну, да. Это просто бит. Сигнал, это просто бит, один. Поэтому, да, их может быть и 32 вполне, именно 30-х разряд. После 31-го MTC как-то... Ну, да, да, да. В том-то и дело. Поэтому хорошей идеей было бы придумать какую-то свою систему передачи сообщений между процессами, которая бы, система, ну, умела передавать все, что мы хотим и как хотим. Вот. Такая система называется DeBuzz или MessageBuzz. И их запущено в системе сразу несколько штук. Как минимум три. Ну, две и еще одна. Значит, сейчас посмотрим. каналы как межпроцессное взаимодействие пайпы. Ну, с ними все тоже понятно. Они синхронные. Вот. Значит, эта системная служба нужна для программной реализации понятия собственного пересылки сообщений. Вы к ней сконектитесь. По сути, кто отсылаете сообщение ей, тот, кто нужно, получает сообщение от нее. Таким образом, вот этот DeBuzz демон вам организует так называемую шину, на которую можно закидывать сообщение, из которой можно эти сообщения получать. причем, обратите внимание, их уже сейчас запущено три. Один общесистемный. Давайте мы посмотрим, кто у него хозяин. У него хозяин пользователь под именем MessageBuzz. И один личный наш, у него хозяин пингвин. И еще один личный наш, у него тоже хозяин пингвин, но это DeBuzz демон необходимый для того, чтобы друг с другом общались аксессибилизи приложений. То есть, приложения, которые занимаются чтением текста вслух, взаимодействием с правильской клавиатурой, ну, короче, всякими такими штуками. Дело в том, что у них довольно плотный трафик, ну, например, чтение текста вслух, да, требует передачи кусочков экрана и потом передачи аудиоинформации и так далее. Вот. И чтобы не мешаться с всеми остальными приложениями, для них отдельно шина запускается. Какая, в конце концов, разница, ибо шина это всего лишь еще один демон и еще один сокет, к которому вы будете ходить. Выглядит это следующим образом с точки зрения программы, которые хотят воспользоваться этим. Как некоторое количество зарегистрированных на шине сервисов. Вот они. Любой процесс может взять и зарегистрировать на доступный ему шине сервис. Ну, не знаю, какой-нибудь, кого я там смотрел. Вот. Каждый сервис, да, значит, вот это зарегистрированные сервисы, а это подключение так называемые анонимные. Ты можешь подключиться с целью воспользоваться шиной, тебе не обязательно какое-то имя себе предаваться. Ну, так вот, где там пульс-аудио? Сейчас посмотрим, что там есть. Вот, смотрите, сервер пульс-аудио умеет по шине дебас отвечать, что у него два аудиоустройства, вот, и про эти аудиоустройства он умеет, а, нет, это параметрически, не буду это делать. Про эти аудиоустройства он умеет, например, говорить, вот, кто они такие. Да? Мы можем этот запрос задать и руками, с помощью какого-нибудь дебаса командной строки, вот, давайте зададим его руками. Вот, например, как спросить у КДЕ нашего, а, да, я забыл сказать, сейчас, минуточку, давайте я покажу, все остальные это назову, все остальные назову термины. Так вот, у нас есть, у нас есть сервисы, у этих сервисов есть пути, и в конце пути у нас лежит метод, который можно дернуть, или метод, или property, свойство, которое можно установить. например, установить false lift вот, это внутренности, ой, нет, это запуск, запуск, ну вот, мы можем, кстати, я тут пробовал, сейчас, секундочку, я найду, тут есть где-то, тут есть где-то консоль, консоли, сейчас, давайте поищем слово консоли, во, вот этой консоли можно взять и окно номер один, нет, значит, не сюда, окно номер один, вот, я, 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 сейчас, секунду, я для тебя вспомню, я ему строку присылал, когда ты регистрируешь сервер, вот этот сервис, ты говоришь, какие именно методы, по какому именно пути доступны, это ты говоришь, то есть, эта программа, которая регистрирует этот сервис, говорит о том, и как она называется, и какие именно методы она предоставляет, то есть, это просто, еще один недостаток сигнал, что там вообще нет пространства имен, процесс посылает сигнал процессу, здесь довольно жестко организованное пространство имен, кое-какие имена, вот, например, вот эти, еще изменить нельзя, ты обязан так называться, ты обязан зарегистрироваться вот так, а вот это уже твои методы, но они методы, сейчас, а где же я этот трогал? нет, ой, это через что? ну, елка, я же помню, было такое, во, во, синтекс, так, я в какой-то из окошек сейчас написал ку-ку, наверное, в это, вот оно, я послал через дебаз, некое событие, которое сожрало конкретно, вот это приложение, конкретно в этом месте, я даже, вот видите, как если бы я нажал, у меня даже всплыло сообщение, вот тут вот, оно уже успело пропасть, относительно того, что это, в общем, небезопасная операция, имейте в виду, не делайте так, потому что вы взяли, и по дебазу, вы команду, пихнули в окошечко, такие дела, вот, можно сделать, в принципе, по-другому, можно взять, и, давайте, закроем броузер, можно взять и послать эту командочку, я вот как раз, вот смотрите, во, я сейчас, кде, к тому, кто слушает, на сервисе, кде, global accelerator, конкретно, по пути, компонент, ковин, дерну метод, под названием, invoke shortcut, и передам ему строку, параметры, window.mov, ага, то есть, мы обратились к window manager, но мы не знали, что это window manager, мы только знали, что, вот, по этому пути лежит, соответствующий, соответствующий, обработчик, да, мы ему обратились, мы обратились к методу, invoke shortcut, window.mov, и, вот, кстати, еще, вот их много разных, да, мы можем еще что-нибудь выбрать. Вау, decrease capacity. интересно, получится или нет. Не буду, а то вдруг записываться не будет. Ну, не знаю, вот так вот сработает, интересно. Может, не сработало. А, сработало. А такого нет. Ну, в общем, вы меня поняли. В каких-то предыдущих своих лекциях я скринсейвер включал, но тут произошла неприятная ситуация с записью скринкаста, поэтому я в этот раз решил отделаться, отделаться окошком. Вот. Через это дело можно делать очень многое. Я говорю, можно включать скринсейвер, останавливать, этот самый, останавливать компьютер, что угодно делать. Мы, в принципе, можем сделать так. и прям смотреть, что происходит, что происходит, что происходит у нас в системе, кто кому какие сообщения присылает. По, о, тут уже что-то произошло, пока мы тут смотрели. давайте еще раз. О, при запуске этого окошка произошло целая куча, было переслано огромная куча событий по дебасу. Какие-то букмарки для консоли прогружаются, да, имена прогружаются. короче, вся вот эта вот консолька оказывается настраивается по дебасу. Она входит в дебас за своими настройками. Если мы, допустим, скажем, какой-нибудь... Упс, я... что это было? Я тут тап нажал, он... опять что-то сказал. Reparse configuration на всякий случай. Вот. Я сейчас обращусь к систем... к демону системных сообщений, которые выводят такие сообщеньки в угол. Вот такие. Вот. И оказывается, это тоже происходит по дебасу. Видите? Мы послали... послали сообщеньку ку-ку. Кому? Вот тому, кто обслуживает вот этот путь. Методу notify. Кто там с той стороны сидит, это не важно. Кто зарегистрировался, кто-то сидит. А он начнет сообщеньку обработать. Вот. Более того, когда я закрыл эту сообщеньку, он послал обратно... обратно... был вызван метод notification closed. Мы можем, например, обработчик повесить не сюда, а только на notification closed. Вот. вот так написать. Ой, где он тут? Дебас монитор, что только тот, кто сидит на орг, мониторит только, что происходит на орг the free disk notification и только вызов метод notification closed. При этом, что бы мы ни делали, она молчит, а вот я сейчас ее закрою, и опа, она отреагирует. И последняя на сегодня тема, потому что я уже вышел за рамки того, своего лимита. Последняя на сегодня тема, это то, ради чего все это затеял вообще. Как так получается, что при работе пользователя в современном Linux, да, я знаю, при работе пользователя в современном Linux, ему не нужно говорить всякие СУС, УДУ и все остальное. Ему кто-то монтирует устройство, ему кто-то запускает программы, требующие права суперпользователя. И это получается следующим образом. У нас есть специальный демон, который называется полисекит. Сам демон состоит из двух частей. Из самого пол-кита и пол-кит D. Вот. Ну и даже из трех. Из самого пол-кита, который запущен с правами обычного пользователя. Это, собственно, вся логика. Логика предоставления или не предоставления доступа определенному процессу к определенному ресурсу. Или к запуску определенной программы. Дальше разнообразные агенты, которые, собственно, активизируются, когда пользуют чего-то нужным. Дальше тот, кто будет выполнять это задание, он запускается из-под рута. Или там с измененными правами. Ну, потому что иначе пользователь пол-кит D так просто ничего не запустит. Вот. Ну и, наконец, наше приложение. Например, я беру, ну давайте здесь запустим опять дебаз монитор. Я беру и запускаю, ну не знаю, гепартет. гепартет это программа, которая позволяет работать, форматирует диски, размечает их, пересоздавая, увеличивает, уменьшает партиции, все там еще делать. Понятное дело, что она должна запускаться с программами суперпользователя, как и меньше. Если запускают обычного пользователя, она, программа гепартет, ходит к пол-киту сама и говорит, я тут хочу к дискам полазать. дашь. Оп, а, минуточку, он ходит к системному, разумеется, дебазу. Извините. Вот. Он мне сейчас будет спамить всякой ерундой, например, постоянной сменой Wi-Fi на уключика. Во, вот я пошел, я запустил гепартет. Что он сказал? Он сказал, что, 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 где-то он тут запросил. Что запросил? Не знаю, времени уже нет, извините. Но, в любом случае, он сходил, он, он, он сходил куда-то, дебаз, что-то ему послал, и здесь запустился, запустился кусочек от пол-кита, вот этот самый третий. Сейчас я, давайте посмотрим, как он называется. Вот он, агент-хелпер. И вот он-то как раз запускается из-под рута. Вот он. Это тот, кто будет сейчас спрашивать дополнительно пароль со словами «Ты как-то назови себя, я решу». Что именно? Действия ранга портета с рут, вот этот вот сервис на дебазе, вот, и здесь какие-то, какие-то подробности нашего пол-кита. Кстати сказать, здесь не обязательно вводить рутовый пароль. Я могу, например, ввести свой собственный пароль, а правила пол-кита скажут нам, имеет ли пользователь, который ввел свой собственный пароль, право на это, или он должен обязательно рутовый ввести. Судя по тому, что здесь написано вот так, именно вводить именно свой собственный пароль этого будет достаточно. Ладно. Вот я ввожу неправильно. Нет, говорит, это не ваш пароль. Вот я ввожу правильно. Вот я ввожу оба-на, запустился. Вот. Запустился, хотя, смотрите, запустился он по руты. Вот он, запустился от руты. То есть он сначала запустился от обычного пользователя, дальше его кусочек сходил к пол-киту, пол-кит говорит, окей, запускай, запустился от рута. Такие дела. Все, я, к сожалению, больше не могу, выжил все свое время еще даже немножко. Значит, в следующий раз мы продолжаем говорить на эту тему, у нас еще не проговорено целую кучу всего. Я сегодня хотел показать, как флешка определяется, но я думаю, что примерно все то же самое. Или в начале следующей лекции покажу. вот, значит, ну это, все приходите в следующий раз. Вот. Ну все, тогда, если есть какие-то вопросы, задавайте, имейте в виду, что я сейчас побегу-побегу прямо. Да. Скажите, не говорите, а журналы. Во, журналы, отлично. Задайте в следующий раз, я про него расскажу. Хорошо? Хорошо? Продолжение следует...